Счастье после сорока. Извилистый путь Ирины Гриневой. Знаменитостью актриса стала благодаря театральным ролям. Она воплотила множество персонажей всемирно известных спектаклей. Но и по кино ее тоже знают. Элегантная стерва Даши из сериала «Всегда говори всегда». Когда Ирина окончила театральный, она поехала покорять Москву, где судьба напомнила ей о серьезных танцевальных способностях. Без проблем Ирина окончила класс экспрессивной пластики Анатолия Васильева. Педагоги говорили, что Ира ошиблась дверью. В танце она может оказаться куда больше, чем в драматическом искусстве. И ругали ей за то, что ребенком не стала участвовать в балете. А она лишь улыбалась, читая, что профессию выбирала самую правильную. На вопрос «почему?» отвечала четко. В детстве без памяти влюбилась в Олега Янковского и мечтала, что может стать артисткой и его женой. Женой она действительно стала, только не Янковского. О первом браке Гриневой почти ничего не известно. Во всех источниках упоминается, что строгая красавица, известная по серьезным драматическим ролям, в театре 6 лет была замужем за модным режиссером Андреем Звягинцовым. А вот историю их любви ни актриса, ни режиссер предпочитают не вспоминать. Эту семейную жизнь, которую не назовешь, тем не менее детей пара не нажила. И это, пожалуй, все, что известно о первой серьезной любви Ирины Гриневой. Субтитры создавал DimaTorzok